Помехи. Сур. Ты прекрасно знаешь о том, что все вы, живущие на земле, разделены языковыми барьерами, национальными, политическими границами, границами вероисповедания, разделены по положению в социуме, и что разделение это является основным источником конфликтов и проблем вашей жизни. В этом кроется и одна из главных помех на вашем пути к пониманию того, кто вы, откуда и каково ваше истинное предназначение. Все это проявление одного из вирусных принципов. Принципы разделения и смешивания. И сейчас мы поговорим о том, что стало действительной причиной разделения на языки. Коснусь только этой части. О политических границах и национальностях поговорим позднее. Разделение на языки. Если говорить о том разнообразии языков, которые существуют на земле, то такого бардака, как у вас, нет, пожалуй, нигде. В этом нет вашей вины. Все это последствия того, что произошло с вашей цивилизацией. Цивилизацией солнечной системы. Вашей и соседними с вами секциями в целом. Но если бы вы знали свою истинную историю, то стремились бы объединиться, убрав для этого все возможные границы, включая и языковой барьер. Сегодняшняя ситуация с языками – яркая демонстрация вирусного принципа разделения и смешивания. С одной стороны, люди разделены языками, но с другой, сами языки очень перемешаны. И сейчас я дам информацию о том, как выглядит система языковой коммуникации в трехмерном пространстве. Снова забегу вперед, скажу, что ваше измерение, как и другие измерения, поделено на локации. В каждой из них может находиться до нескольких цивилизаций, которые объединены по виду условий существования. Для каждой цивилизации существует специальный программный язык, с помощью которого можно достучаться до создателя. Такой язык также служит и для определения адресата отправителя. Программный язык не имеет ничего общего с разговорными языками. Если говорить проще, то программный язык – это определенный набор звуков с подачей на определенных частотах. Разговорные языки разные, но, как правило, одним языком объединяется все сообщество, живущее в одной планетной системе. Достаточно редко, но встречается иная схема – одна планета, один язык, но при условии, что в пределах такой системы планет обитаема только одна из них. Сделано это совсем не случайно. С приходом вируса программный язык Земли был утерян, а тот, что сейчас выдается за него и используется в качестве программного, ничего общего с настоящим не имеет и является ничем иным, как программным языком для связи с тонким миром. Разнообразие разговорных языков на Земле стало еще одним инструментом в руках вируса для создания непонимания и конфликтов. Еще одной гарантией сохранения разделения. Алекс, у меня вопрос. Как возник, как вы говорите, бардак с языками, если был один программный и один разговорный, возможно, один на все пространство Солнечной системы? Откуда взялось такое разнообразие, и как это связано с событиями, о которых вы рассказываете? Еще всегда было интересно, почему языки такие разные? Понятно, что во многих есть схожие слова и, по всей видимости, у них общий языковой предок, либо это результат проникновения отдельных слов из других языков, но меня интересует то, что есть несколько ветвей, друг на друга совсем не похожих. Например, японский и английский. Или китайский язык и языки, что в основе своей имеют славянские корни, несмотря на то, что территориально они находятся совсем рядом. Откуда такая разница? Сур. Ответ прост. Дело в том, что вы давно живете в соседстве с представителями других планет, не замечая этого. А если быть совсем точным, то вы все инопланетяне. Алекс. Интересно. Сур. Когда вирус проник на Землю, в тот момент на планете находилось достаточно много инопланетян, которых теперь вы делите на расы. Земля была словно огромной туристической базой, экологическим заповедником. И на нее слетались не только представители планет вашей звездной системы, но и других, иных цивилизаций, входящих в вашу локацию. Информация о построении будет дана позже. И вполне естественно, что все они говорили на своих языках. После сбоя, связанного с проявлением действия вируса, связь была блокирована. И многие из них были вынуждены остаться на Земле, либо поселиться на ней, как это сделали вы. Видов и рас было намного больше, чем известно вам сейчас, о чем свидетельствуют ваши находки скелетов очень разных размеров и рисунков, на которых изображены существа, напоминающие вам различных животных. Некоторые виды исчезли на стыках циклов, некоторые сильно мутировали и практически уже вымерли в силу сложной совместимости с условиями другой планеты, а какие-то, наоборот, увеличились в численности. После катастрофических событий, Земля стала пристанищем и последней возможностью спастись для многих, населявших соседние планеты, их спутники и территорию соседней секции, а также представителей иных цивилизаций, по разному стечению обстоятельств, оказавшихся в пределах пространства, столкнувшегося с вирусом. Блокировка этого пространства от остального мироздания, в том числе и солнечной системы, во избежание распространения вируса, произошла практически мгновенно. Поэтому почти так же мгновенно не стало и технологий, позволявших на тот момент покинуть зараженную территорию не только коренным жителям вашей планетной системы, но и достаточно большому количеству гостей, представителей других цивилизаций. Происходящие трагические события никто не связывал с вирусом. Мало того, никто не понимал и не догадывался, что это вирус, что он и есть причина случившейся катастрофы. Сейчас Землю населяет несколько видов скафандров, имеющих внеземное происхождение. Много тех, чей символ инь-ян – ничто иное, как графическое изображение их родной, некогда цветущей планеты, которая была почти поровну поделена на материковое полушарие и полушарие водного мира. А цифра 4 стала напоминанием о случившемся на четвертой от звезды планете. Хладнокровие этих людей и желание не торопиться с принятием решений говорит о многом, в том числе и об их происхождении. Особенно это можно почувствовать, если посетить Китай или Японию. Там тебя будет не покидать ощущение, что ты находишься на другой планете, несмотря на то, что вокруг тебя будет все тот же земной ландшафт. Расы коренных жителей Земли в чистом виде не сохранилось. Ее представители не смогли приспособиться к иным условиям существования, к измененным климатическим условиям, которые произошли вследствие присутствия вируса ЛИЧ. Поэтому можно считать, что все вы, как скафандры, в самом прямом смысле гости планеты Земля. Вирус отрезал вас от вашей истории. Нам известно, что у вас совершенно ошибочные знания о расах, о том, как возникли народы и о многом другом. Что, к примеру, на одном из ваших материков в Африке живут люди с темным цветом кожи и, что такой цвет, как вы считаете, результат адаптации к обилию солнечного света и другим особенностям климата. Тогда почему таких людей изначально нет в тех же широтах на других материках? Если бы вы не были блокированы из-за заражения вирусом и не были лишены по этой же причине технологий, позволяющих добраться до других звездных систем, то, оказавшись в районе одной из ярких звезд на вашем небосклоне, вы сразу бы поняли, где родина подавляющего большинства населяющих Африку. В рамках территории Земли происходит периодическое смешивание рас и языков, особенно к концу каждого цикла. В этот период можно наблюдать большие миграции народов. Происходит это из-за глобальных аппетитов вируса Лич и смены им регионов питания. В этом цикле оставшиеся расы дали свое продолжение в том варианте, в каком они находились на момент конца предыдущего цикла. Некоторым из рас удалось сохраниться приближенными к изначальному виду, а кто-то растворился в других расах. Практически не изменились марсиане и гости одного из созвездий. Понимаю, у тебя сейчас появилось много вопросов, но я не буду углубляться в этом направлении. Когда ты вернешься, ощущение понимания всего и не только того, о чем я говорю, будет тебе доступно. И если у тебя возникнет интерес, то ты сможешь постепенно все расшифровать. Вся эта тема, тема об инопланетных цивилизациях, очень интересна. Но вызывает у вас большое количество споров, поэтому я не хочу акцентировать твое внимание на этом. Не имеет смысла разбираться в том, что произошло в далеком прошлом, о чем у вас не осталось почти никакой информации, вследствие чего образовалось огромное количество домыслов. И чего бы я сейчас не рассказал на эту тему, это будет воспринято, как еще одна версия, еще одна выдумка, еще одна причина начать спорить. Моя задача – сконцентрировать твое внимание на главном, на наличии вируса и на том, что происходит с вами сейчас. Нужно понять, как зараженность вирусом проявляется в вас, скафандрах, и в вашей сегодняшней повседневной жизни, как все это скажется на последующих ваших жизнях. Вам необходимо понять и то, чем грозит вам ваше существование в вирусной системе и ее принятие вами в момент реинкарнации, который ожидает вас, одухотворенных всех без исключения. Поэтому не будем отвлекаться, а вернемся к теме языков. Затрону очень серьезную сторону этого вопроса. Многие из вас не догадываются о том, что такое язык, как он возникает, но особенно надежно от вас спрятана самая важная информация о языках, а именно, что скрыто за тенденцией к упрощению языков. Язык не просто средство общения. Это вид сознания. Если быть совсем точным, то вид языка – это проявление определенного уровня сознания. Многие языки, что существуют у вас, очень изменены и упрощены, и достаточно сильно удалены от своих источников. Поэтому в ваших условиях говорящие на разных языках не просто не понимают друг друга, а разделены еще посредством изменения языков на более глубоком уровне, на уровне сознания, что, несомненно, сказывается на возможность восстановления духовной энергии. Поэтому, убрав языковой барьер и приведя языки к праязыку, вы достигнете не только понимания друг друга, но и добьетесь восстановления уровня сознания и духовной силы. В вашем случае, в плане языковом, все движется в обратном направлении. То есть, произошедшие языковые изменения и те, что происходят у вас сейчас, не такие безобидны, как вы привыкли думать. Из-за этих изменений происходит усыпление вашего сознания. Постепенное упрощение языков и их смешивание говорит о том, что идет планомерное движение к примитивному сознанию, духовному сну. В этом общем языке, к которому вас стремятся привести, уже не будет ничего, что соединяло бы его с праязыками. На Земле есть примеры очень примитивных языков. Это сигнал вам из прошлых циклов. Вы вполне можете оказаться носителями таких языков, если не перестанете так несерьезно относиться к тому, что происходит с ними. Чем опасен для вирусной системы любой праязык? А тем, что все языки изначально несли не просто информацию, а определенную логику, своеобразный шифр, который способен дать вам ответы на многие ваши вопросы. Но вы, напротив, продолжаете идти по пути потери этих ответов, все сильнее засыпая. Сейчас вид вашего сознания стал совсем иным и уже сильно отличается от сознания представителей других цивилизаций, что и делает бессмысленным контакты такого рода. Упрощением языков вас готовят глобализации, а ее внедрение возможно лишь при условии наличия у людей достаточно низкого уровня сознания. Вам необходимо восстановить свое сознание, в том числе и путем обращения к праязыку, его изучения и общения на нем. Благо, у вас еще осталось 2-3 языка, в которых сохранились нити, ведущие к их корням, и один из них точно соответствует условиям вашего существования. Скопление большого количества языков на одной взятой планете – результат столкновения с вирусом, и в этом направлении его воздействие продолжается. Он не дает возможности восстановить принцип «одна планета» или «система планет» – один язык. Он поддерживает разделение на множество языков, но только до тех пор, пока ваше сознание не будет готово к общению на одном, но уже совершенно не опасном для вируса языке. Если ты заметил, все это – проявление принципа разделения и смешивания. К текущему циклу все очень сильно запуталось, и уже невозможно восстановить изначальный вид многих из ваших языков. Несколько раз практически все начиналось с нуля, но все это в большей степени повлияло на программный язык, который по этой причине исчез совсем. Несмотря на это, несколько слов о нем стоит сказать, так как есть данные о том, что некоторые, совсем небольшие его части, вам все же доступны. И эти чудом сохранившиеся обрывки скрыты от основной массы людей, но вовсе не потому, что кто-то из элит решил воспользоваться ими, а потому, что пользоваться программным языком в ваших искривленных условиях теперь небезопасно. Напомню, что программный язык не имеет ничего общего с разговорными языками, является определенным набором звуков, производимых на определенных частотах. Определенная последовательность букв при произнесении на нужной высоте дают определенные колебания, а колебания от программного языка дают возможность обмена информацией и донесения ее непосредственно до создателя. Если использовать программный язык, то можно включить программу исправления искривлений, активировать действия третьего закона создателя, что приведет к большим изменениям, с катастрофами и общим хаосом. Сначала во время исправления, а затем во время возврата снова в искривленный вид в соответствии с действующим на территории распространения вируса принципом обратного искривления. Путь к выздоровлению через хирургическую операцию всегда болезненный, но если при этом источник заражения не удаляется, то все становится бессмысленным. Но, видимо, этих островков информации недостаточно и для этого, на что указывает отсутствие определенных колебаний на фоне неоднократно возникающих попыток воспользоваться программным языком. Попытки эти периодически фиксируются в доме. Алекс, что такое дом? Сур, позже. Алекс, хорошо. Есть другой вопрос. Коренные земляне. Какими они были? И на какую расу из населяющих землю людей они больше всего похожи, ну, то есть близки внешне? Сур, тоже пока рано. Ответ на этот вопрос спровоцирует у тебя внутренний спор, а затем блок к восприятию остального. Ты еще не готов, поэтому я с твоего разрешения пока промолчу и прошу тебя не настаивать на моем ответе. Предвидя твой следующий вопрос, я также пока оставлю закрытой информацию о том, какой из нынешних языков на Земле несет большую часть пра-языка Земли. Такой язык действительно есть. Это также может вызвать у тебя цепочку мыслей, твоих вопросов и моих ответов, которые приведут к включению в тебе ощущения о том, кто лучше или выше остальных по статусу и важности. Так теперь работает ваш мозг. Так изменили ваш скафандр. Само разделение на национальности, языки, статусы и так далее есть большая ошибка. Но эти заблуждения есть гарантия вашей душ безвыходности в череде реинкарнаций и гарантия продолжения в жизни вируса Лич. В пиявке не важно количество языков и то, что с ними происходит. Важен сам принцип, что все разделены и обеспечена невозможность возврата к истинному программному языку. И когда начинается новый цикл, то все начинается в уже разделенном виде. Образование такого множества языков произошло постепенно, но особо сильное влияние на это оказало наличие смены циклов. Многие языки смешались, и это тоже сыграло на руку вирусу. У вас совершенно иначе трактуется притча о Вавилонской башне. Вас через разделение на языки и уничтожение программного языка просто отсоединили. Отсоединили ваше стремление выйти на связь с мирозданием, на связь с Создателем, а не сравниться с ним или самим стать богами. Да и вообще, эта легенда никакого отношения к языкам на самом деле не имеет. И сама Вавилонская башня вовсе не была башней в прямом смысле. Это был проект под таким названием, официальной целью которого была возможность познать Вселенную. Неофициальная часть, настоящая, создать сверхоружие и убежище. Ведь эта огромная башня строилась не вверх, а вниз, строилась под землей. Ничего не напоминает? Это проект, который к концу каждого цикла, согласно вирусному сценарию, вновь возникает в ваших умах и каждый раз ни к чему хорошему не приводит. Это попытка вируса проникнуть к новому источнику питания, так как этот рано или поздно закончится. Если руководствоваться только особенностями этого цикла или не знать, как не знаете вы, о существовании смены циклов вообще, то можно прийти к очень неправильным, искаженным выводам, что с вами и произошло. Нужно смотреть и сопоставлять, пользуясь гораздо большими временными рамками. Смена циклов оказала огромное влияние на ваши знания о многом и не только об истоках появления тех или иных языков. Но и на все, что связано с появлением национальностей. В том числе об истинных причинах разделения людей по этому признаку. Одной из таких причин я уже коснулся, дав тебе информацию о расах, населяющих Землю. Теперь же предлагаю посмотреть на такое явление, как национальность, в более широком смысле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...